уставшие уставшие потому что три дня подряд нас снимает телевидение кореи и без они конечно снимают ребят я тут сбоку припеком но вроде как и я постаралась мне пришлось сегодня готовить на камеру готовить но я не думаю что там будет фильм войдет вот эта вся моя готовка так какие-то фрагменты но пришлось не жарить картошку и делать мясо мясо я сделала с помидорами много лука приправы потом какую-то зеленуху они купили это что-то типа сельдерея зеленый лук еще туда насыпала приправу для мяса и тот самый уксус получилось в общем очень вкусно сначала расстроилась потому что в рыбе сначала должна была суп приготовить они там купили все для супа потом пришли горит надо мясо с картошкой не знаю слышно ли вам на заднем плане там собаки лают я уложила о соли всех собак выгнала в другую комнату чтобы они тут не тяпкали не мешали спать они там с ума сходят в общем получилось вкусно но я хотела другую жареную картошку а это картофель был видимо такой сорт который ну такой разваливается весь но вы знаете вот тем не менее получилось действительно на ура и мясо я хотела чтобы оно мелкими кусочками было прожарено и она у меня парилась потому что работали две комфорки на полную мощь и видимо плита не справлялась и давала половину мощности на каждую комфорку но почему-то мне так кажется чем мясо очень долго готовилась она приготовилась быстро но я хотела чтобы она была прожаренная в итоге конечно не стал его мучить там долго я уж так это говорю что долго не долго вот я его сделала тушеные сейчас покажу какое такая картошка у меня тут получилось вот много лука тоже нужно на вкусное вкусное но я люблю когда вот эти все нарезанные брусочки картофельные они как бы отдельно друг от друга все обжаренные и совершенно другого вида а тут какая-то мешанина но тем не менее вы знаете вот получилось у на ура а вот с этим мясом вот с этим мясом это вообще корейцы не готовят по моему мясо с помидорами они помидоры делают добавляют в салат вот там яблоки какие-то фрукты короче помидоры я спросила взять у вас что помидоры это как фрукты у нас к вред овощ могут нет нет у них тоже значит это овощ но все-таки они вот как-то в салаты больше используют я тоже люблю салаты я делала на даче это яблоко лук яблоко было у меня антоновская и помидоры все это с маслом и с уксусом и со специями было тоже вкусно на ура в общем вот это мясо взять у меня съел по моему 200 две порции своих еще половину папе надоел потому что папа взял у меня а соль на руки мне не удавалось поесть пока там оператор снимал на камеру я сидел рядом укачивала соль меня не снимали а потом в общем ну папа в смысле и садон на кто это нет он сват папа джимфунов взяла соль на руки и я поела и действительно получилось очень вкусные вот знаете сама не ожидала так что россия не ударила в грязь лицом перед корейским телевидением я надеюсь ну конечно больше всех пришлось насти потому что в основном ее снимали как фотографа ну и плюс они еще ездили в этот какую-то там деревню сажать овощи в общем но это все это была задумка оператора конечно же режиссера не операторы и но он же режиссер оператор в одном флаконе насти пришлось делать еще съемку модели хорошо у них есть модели знакомые те особенно две которых они сами там взращивали там корейские мальчики потому что на телевидении понравилась очень одна задумка насти я вам показал когда фотографии там была модель девочка у нее была такая одежда на ней вырезаны из бумаги если кто смотрел помнит вот почему-то это очень понравилось но не почему-то как-то креативно видимо так придумала прошлый раз насти и в этот раз тоже ей пришлось ну попросили сделать то же самое для мальчика ну как как получилось я вставлю вам это кусочек видео я потихоньку снимала уложила осоль как только на уснул я сама поработала оператором вот и потом попросили еще снять осоль как 100 дней осоль исполнялась представляете две съемки подряд конечно насти это было ну и тяжеловато устала она очень устала сегодня тем более для съемки мне пришлось а соль там ищу кивать убаюкивать потому что он уже свой режим с порядок дня хотя режиссер этот оператор под нас подстраивался но тем не менее все таки все таки все таки жизнь это жизнь все живые люди не роботы но удалось все удалось нормально снять сфотографировать потом оператор снимал под мою готовку потом так как я это все накладывала в тарелки потом мы сели за стол пришел дедушка так смешно дед уже у нас был его заставили выйти в коридор а типа он только что пришел стал там стучать как дед мороз в дверь а у меня тут осоль на руках засыпает в общем такой небольшой сумасшедший дом я ее там все усюсюкивала убаюкиваю вот ну ладно вроде поставили сейчас там ребята поехали еще переснимать какую-то сцену самое интересное они сидели сзади что-то там они снимали вчера или позавчера я не помню не были у них не были пристегнуты ремни безопасности и вот режиссер это увидел но оператор опять же тот же дяденька и сегодня попросил переснять эту сцену вот после сытного обеда им пришлось опять тащиться на улицу уже уставшим и сейчас они будут опять там чего-то не знаю даже что там разговаривать о чем-то но уже с пристегнутыми ремнями безопасность вставлять как все в корее строго да я тоже когда мы ездили в магазин в икею то дети меня заставляли пристегивать ремень чего обычно москве я раньше никогда не делал вместо сидели сайта вот теперь ставлю несколько кадров так как нас снимала телевидение как я вот снимала смотрите я думаю будет интересно третий день у нас уже продолжается съемка соседа сфотографируем как настя снимает на камере для той же передачи корейского телевидения и от из ну Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» 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 Добавил субтитры DimaTorzok 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 Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 Добро пожаловать в наш канал! Добавил субтитры DimaTorzok 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 DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok